Юрий Поляков, Совдетство 2, Пионерская ночь Природа шепчет. Повесть. Глава первая. По четвергам я хожу в изо-студию Дома пионеров Первомайского района. Это на Спартаковской площади, рядом с кинотеатром «Новатор», занимающим первый этаж нового кирпичного здания. А к нему примыкает старинный дом мышиного цвета, с куполом, огромными окнами разной формы и высокими колоннами, словно вросшими в стену. У входа слева от тяжелой широкой двери с латунными ручками висит мраморная плита, а на ней золотыми буквами выбито. Здесь 30 августа 1918 года выступал перед рабочими сам Владимир Ильич. Отсюда он, между прочим, поехал на завод Михельсона, где в него стреляла подлая эсерка Каплан. Когда мы с классом ходили в музей Ленина, я видел там в витрине черное пальто вождя. Места, пробитые отравленными пулями, помечены красными нитками, крест-накрест. Я иногда воображаю, как вырасту, изобрету машину времени, перенесусь в прошлое, приду на митинг, протолкаясь к вождю и тихо предупрежу. «Владимир Ильич, не ходите на завод Михельсона, там засада!» «Что еще за глупости?» усмехнется бесстрашный Ленин. «Рабочие ждут, я обещал. Непременно поедем!» Но бдительный Дзержинский в длинной до пят шинели нахмурится. «Откуда, мальчик, у тебя такие сведения?» «Из будущего. Ты не ошибаешься? Исторический факт!» твердо отвечу я. «Честная пионерская!» и оцелютую. Ильич будет спасен «История пойдет другим путем. Каким именно, надо еще придумать. А меня Феликс Эдмундович наградит именным оружием. Золотым маузером с кобурой из карельской березы. У тети Вали есть шкатулка из этого дерева. Очень красивая. Посмотреть на мои награды, когда я вернусь назад в наше время, сбежится вся 348-я школа. Любоваться я разрешу всем, но подержать в руках маузер Железного Феликса позволили лишь моему другу Петьке Кузнецову и Шуре Казаковой. Какие только фантазии не приходят в голову, когда, сдав контрольную работу, сидишь за партой и, глядя в манящее школьное окно, ждешь звонок на перемену. Руководит нашей изо-студии Олег Иванович Осин. Настоящий художник, бородатый, одетый в грубый свитер, синие брезентовые штаны и обутый в ботинки на толстой подошве. Иногда он останавливается у меня за спиной и, тяжело вздыхая, наблюдает, как я на ватмане пытаюсь карандашом изобразить гипсовое ухо, в моем исполнении напоминающее пельмень. А Тосина веет пряным запахом иностранных сигарет. У нас в общежитии такие никто не курит. К нему порой заходят друзья-художники, одетые в такие же свитера и штаны. Посасывая душистые трубки, они хмуро разглядывают наши рисунки, изредка бросая «недурственно». Это у них самая высокая похвала. Раз в месяц Олег Иванович читает нам лекции по истории искусства, чтобы мы Репина от Рублева отличали. Задернув плотные шторы на высоких окнах, он гасит свет и с помощью черного проектора, похожего на небольшой гиперболоид инженера Гарина, показывает на белой стене разные знаменитые картины, рассказывая попутно, кто их нарисовал и к какому направлению они относятся. Иногда Осин сначала предлагает нам угадать автора, проверяя эрудицию старших студийцев. Вот, например, на штукатурке появляется странное изображение. Перекошенные человеческие лица, рогатые бычьи головы, оторванные руки-ноги, а нарисовано все это в детском стиле каля-маля. «Пикассо!» радостно узнает восьмиклассник Марик Каплан. «Как он живет с такой фамилией?» «Верно, но только Пикассо!» поправляет руководитель. «Я тоже так могу нарисовать!» простодушно объявляет пятиклассница Даша Лунько. «Я могу!» вздыхает Олег Иванович. «А толку?» Однажды он показал нам завтрак на траве, и все захихикали. Мальчики громко, а девочки тихонько, в ладошку. «Ну, сами посудите! В лесу на лужайке в компании двух одетых дядек сидит совершенно голая тетя и смотрит на вас так, словно для нее позавтракать на природе, в чем матерь дела. Дело обычное! Конечно, у нас в общежитии тоже можно наткнуться на Светку Комкову, разгуливающую по коллективной кухне в распахнутом байковом халате и полупрозрачной комбинашке. Но чтобы вот так, без всего, на поляне, при всех, извините!» Услышав смех, Осин рассердился и долго горячась объяснял нам, что в искусстве обнаженное тело это совсем не то, что в жизни, на пляже или в бане, что великий Эдуард Мане нарочно поместил разоблаченную даму рядом с одетыми кавалерами, чтобы оттенить живую белизну кожи грубой фактурой коричневого сукна брюк и черным бархатом мужских курток, а заодно бросить вызов ханжеской буржуазной морали. «Вот, посмотрите, как написана зелень. Это же с ума сойти, а не трава. Видите голубой шелк, на котором она сидит? Какие переходы, господи, невероятные переходы!» «Нет, вы еще не понимаете. Вот поедем летом на этюды, тогда поймете. Теперь же просто запомните. Эдуард Мане «Завтрак на траве». Не путать с Клодом Моне!» «Между прочим, с середины мая, когда прогреется земля, мы тоже всей родней по воскресеньям выезжаем на травку в Измайлово. Раньше мы бывали там часто, а теперь после случая, о котором хочу рассказать, все реже и реже. Недавно, читая книжку про Тома Сойера, я узнал, что такой вот питательный выезд на природу называется «пикник». Смешное слово, почти пинг-понг или пингвин. Пикники бывают разные. Если завком заказывает целый автобус, в котором набивается полобщежития, а всю компанию, набравшую с собой выпивки и закуски, вывозит куда-нибудь на берег пахры или клязьмы, такое мероприятие называется массовкой. Потом весь завод долго обсуждает, как наладчик Чижов пошел купаться и пропал. Его долго искали в камышах. Жена исчезнувшего уже начала рвать на себе волосы, рыдать, спрашивая у всех, на кого Чижов ее оставил. Хотели вызывать водолазов, и тут выяснилось, что наладчик просто-напросто в мокрых трусах пошел в соседнюю деревню испить парного молочка, как в детстве. Это и есть массовка. Воскресный выезд на травку — это совсем другое дело. Это мероприятие не профсоюзное, а семейное. В нем участвует родня, иногда отдаленная, и самые близкие товарищи, например, лидины подруги по пищевому техникуму или пашихонов, ведающие на отцовском заводе старт распределением спирта для протирки контактов. Очень добрый и отзывчивый человек. Вот я иногда думаю, почему всех так влечет на природу? Ответ вроде простой. Насидевшись за целую неделю в каменно-асфальтовом городе, люди понятно тянутся к зелени, но я уверен, причина гораздо глубже. Человек, как известно, произошел от обезьян, живших поначалу на деревьях, а вниз спускавшихся, чтобы размять задние конечности, если вокруг нет хищников. Этот неумолимый зов отдаленных предков постоянно манит и влечет горожан в лесную зону отдыха. А почему учащиеся дети, выбежав весной во время перемены на двор тут же, несмотря на грозные окрики учителей, начинают цепляться и раскачиваться на ветках пришкольных деревьев? Потому что в них просыпаются первобытные инстинкты мохнатых предков. То-то и оно. Впрочем, наша соседка Алексеевна, ходившая в школу еще при царе, верит, будто первых людей Адама и Еву слепил из глины И поначалу они жили в раю, напоминающем ботанический сад в Сухуми. Гуляли по лесу голые, как на картине Эдуарда Моне, а потом распоясались, забыли правила поведения в общественном месте, послушались говорящего змея-искусителя, типичного провокатора, сорвали и съели яблоко, запрещенное к употреблению, за что были с позором изгнаны из рая. Наверное, их выставили так же показательно, как милиционеры выводят под руки из парка культуры и отдыха подвыпивших граждан, которые шатаются и всех уверяют, что капли в рот не брали. Но история эта, на мой взгляд, какая-то непонятная и нелогичная. У нас в пионерском лагере Дружба возле столовой растут две яблони. Из года в год в начале второй смены медсестра обходит все отряды и объясняет «Незрелую мелочь рвать с веток и есть нельзя, опасно для желудка, надо дождаться, пока плоды хотя бы начнут желтеть». И что? Ничего. Я езжу в Дружбу не первый год и еще ни разу не видел на ветках хоть одно созревшее яблоко. Зато изолятор в июле забит пионерами с дальнобойным поносом. Короче, странно, что Бог так уж разозлился на Адама и Еву из-за одного единственного фрукта. Дело-то житейское. Алексеевна, видя, что я не верю ее словам, обычно нервничает, капает себе ландышевую настойку и читает мне разные места из толстой ветхой книги Библии. Чтобы не огорчать старушку, приходится кивать. Хотя любому школьнику ясно. Все это, конечно, сказки для малограмотных людей, не открывавших учебник природоведения. Но если, как иногда выражается бородатый кинопутешественник Шнейдеров, мы примем данную небылицу за рабочую гипотезу, то выйдет, что желание людей в воскресенье поехать на природу в Измайлово есть не что иное, как манящее воспоминание об утраченной жизни в райском лесопарке, что и требовалось доказать. Так говорит наш математик Ананий Моисеевич, ткнув в доску бруском мела и прикончив теорему, смысл которой во всем классе понятен только ему одному. Однажды в четвертом классе наша учительница Ольга Владимировна растолковывала нам попавшееся в диктанте выражение «райские яблоки». Сначала она объяснила, что такое рай, а потом, словно спохватившись, уточнила, что такого места на небе нет и никогда не было. Зато на земле рай, который называется коммунизм, построить можно, чем и занимается весь советский народ под руководством партии, стараясь поспеть к 1980 году. Я поднял руку. Юра, у тебя вопрос? Да. Задавай. Значит, райком так называется потому, что оттуда руководят строительством рая? Кто тебе это сказал? встревожилась учительница. Никто, я сам догадался. Мама, если ее вызывает в райком, очень переживает, что ее там пропесочат, а когда возвращается, ворчит, руками водить все умеют. Так и говорит. Ага. Очень интересно. Садись. На перемене, играя у подоконника с Андрюхой Колгашниковым в фантике, я краем глаза заметил, как Ольга Владимировна шушукается с учительницами начальных классов Валентины Ивановной и Зои Петровной, и все они как-то странно на меня посматривают, загадочно улыбаясь и переглядываясь. Я хотел прислушаться к их разговору, что довольно-таки трудно во время шумной перемены, но в этот момент тонкий фантик Андрюхи, сложенный из обертки ананасового суфле, ткнулся в самый край моего толстого мишки на севере. «Потка!» объявил Колгашников. «Целка!» возразил я. «Ты где, Ханурик, видел такую целку?» заорал он на весь коридор. «Чистая потка!» Учительницы вскинулись, будто их током ударило. Пожилые Ольга Владимировна и Валентина Ивановна строго нахмурились, а молоденькая, работающая первый год Зоя Петровна вспыхнула, как первомайский шарик, и убежала в класс. Оставшиеся учительницы подозвали нас, отругали за игру в неположенном месте, конфисковали фантики, посоветовали не употреблять слова, значения которых нам непонятно, и отправили в туалет, мыть руки, оказавшиеся, как всегда, грязными. В уборной стоял густой дым, курили старшеклассники, они специально ходят на этаж начальных классов, где ловить их с папиросами никому в голову не придет. Услышав, как мы взволнованно обсуждаем прерванную игру в фантики и недоумеваем, что именно так разозлила учительниц, курильщики обидно заржали и ушли, ничего нам не объяснив. Глава 2 Потом, конечно, мне все растолковали. Дело в том, что «подка» слово вполне приличное, а вот... Но я, кажется, хотел рассказать о наших выездах на травку в Измайлова. При чем тут фантики? Ни при чем. Так иногда бывает у бабушки Ани. Она начинает рассказывать про вредную врачиху Хавкину, не выписывающую нужные лекарства, а потом вдруг перескакивает на подушку, из которой неведомым образом исчезла половина перьев. Но у бабушки склероз, с этим даже Хавкина не спорит. А у меня... Неужели бывает и детский склероз? Надо полистать журнал здоровья. Хорошо бы. Тогда меня, как от физкультуры после простуды, освободят и от домашних заданий. Придет в класс новая практиканка. Начнет урок, посмотрит в журнал. Полуяков к доске. А Ирина Анатольевна ей тихонько на ухо. У ребенка детский склероз от всего освобожден. Ах, простите, мальчик, садитесь на место. С уважением исправится практиканка. Ну вот, опять отвлекся. К делу. Итак, семейный пикник, мероприятие серьезное. Целая операция «Ы». Намечают ее заранее, за неделю определяя время выезда. Договариваются, кто что стряпает и покупает из съестного или выпивного. Сорвать намеченный план могут только чрезвычайные происшествия. Однажды на маргариновый завод именно в выходной день притащилась делегация жировиков из Польши и Лида, как секретарь партбюро, была вынуждена показывать им предприятие, угощать продукцией и дарить матрешки, купленные за счет завкома. Она страшно переживала, что перед заводоуправлением с весны осталась огромная лужа, что асфальтовая дорожка не подметена, а с доски почета кто-то сорвал карточку фасовщицы Михеевой, похожей на Любку Шевцова из кинофильма «Молодая гвардия». Грешили на водителя электрокара Рябухина, хмурого неглажного холостяка. Собираясь на ответственное задание и наряжаясь перед зеркалом, Маман без конца повторяла трудную фамилию руководителя делегации «Пан Пржмышевский». Короче, Измайлова накрылась медным тазом. Во второй раз, когда все уже было готово и Тимофеевич налил в манерку чистого спирта на тот случай, если не хватит казенки. Дядю Юру Батурина срочно вызвали на службу. Их образцовый оркестр должен был встречать президента страны с непонятным названием УАР, срочно прилетающего в СССР. Да и имя у гостя оказалось рискованным Гамаль Абдель Насер. «Видно, сильно его евреи допекли», вздыхал Башашкин. «Это у дяди Юры страстного футбольного болельщика такое прозвище в честь знаменитого центрального защитника ЦСКА Анатолия Башашкина. Дядя Юра тогда очень огорчился. Мало того, что улыбнулся воскресный отдых, надо еще за несколько часов, пока Гамаль Абдель летит к нам в союз, выучить их гимн, под который, как выразился Батурин, только с мумией вальсировать. Да еще начальник оркестра, под страхом гауптвахты, запретил накануне даже нюхать спиртное. Так как у арабов строжайший сухой закон, и Насер сразу учует запретный аромат, а это чревато осложнением международной обстановки. В третий раз дед Жоржик, чихнув на ветру, потерял в водостоке вставную челюсть и так расстроился, что у него разболелось сердце. Вот, пожалуй, и все случаи, когда задуманный выезд на травку отменялся. Если договоренности оставались в силе, каждый действовал, как сказал бы наш сосед, дядя Коля Чаругин, по заранее отработанной схеме. Бабушка Маня и дед Жоржик первыми выходили из дому в 10.00 и звонили из будки возле метро Новокузнецкая Батуриным. Тетя Валя была уже на чеку и не отходила от коммунального телефона даже в туалет. Сообщив в трубку, что они тронулись, в смысле пустились в путь. Бабушка Маня и Жоржик садились на 25-й троллейбус, который от Балчуга до Ильинских ворот идет минут 10-15. «Выдвигаемся!» командовал дядя Юра. И Батурины, подхватив заранее сложенные сумки, устремлялись из своего дома, что на углу Большого и Малого Комсомольских переулков, к остановке возле Булочной. Заряди Юра. Продолжение следует... Продолжение следует...